привет друзья вы на канале жизнь продолжается зовут меня галина и в комментариях и в электронной почте у меня часто спрашивают на каком сайте мы с сережей познакомились я конечно называю этот сайт тут секреты никакого нет вот он а вот письма мне хочется почитать вот одно из последних писем доброй ночи галочка простите за поздний визит бессонница вот и пишу я очень похожа на вас жизнь после 50 изменилась предал муж сейчас мне 58 ничего не хочу менять да и нет сил но подруги то ей твердят что надо подумать о себе и найти себе друга и вот под влиянием подруг она задумалась и обещала подумать про сайт знакомств но как это все осуществить я не знаю и боюсь и стыдно галочка может подскажете как и куда написать уже это проходили и достойного человека бог послал а может и мне повезет хотя я не очень верю в это ну и вот и таких писем подобных именно с такими вопросами у меня целая пачка если бы я их распечатала и вот мой ответ конечно это лотерея но если очень захотеть по моему можно дождаться чуда хочется многое вам сказать но всего не напишешь прежде всего будьте мудры наблюдательны осмотрительны не ведитесь на якобы военных иностранцев или на типа нанятых бизнесменом менеджеров свах и прочие обманы прежде чем кому-то кто мне написал отвечать я пробивала фотографию в поисковике часто было что одно и то же фото высвечивалась на разных сайтах и под разными именами а иногда оказывалась фотография какого-то не очень известного актера я зарегистрировавшись начала с того что пошла по женским страницам смотреть как написаны анкеты какие фото выставлены и как это воспринимается на мой взгляд потом я прошлась по мужским анкетам тоже намотала на ус и свою анкету заполнила только после этого и написала все без прикрас как есть фотографии выставила немного не страшенькие но но чтобы я там не страшненькая была но и не те где я намного симпатичнее себя реальной мы серёжей познакомились вот на этом сайте вернее серёжа утверждает что он регистрировался на каком-то другом сайте но я регистрировалась вот на этом и переписывала с ним тоже именно на этом сайте но видимо они как-то связаны между собой что ли и сайты имеют выход на другие может быть какая-то группа сайтов не знаю но я именно на этом сайте регистрировалась вот когда мы с серёжей уже познакомились и уже решили что все нашли друг друга мы дружно оба вместе одновременно удалились с этих сайтов но я себе на память скопировала нашу с серёжей переписку и как-то случайно вот думала нету а оказывается я копировала им свою страничку как она у меня была оформлена я очень волнуюсь за вас мои друзья мои приятельницы мои подруги чтобы вас ну не попали вы в какие-то лапы нежелательных людей даже не получили негатива потому что на сайте действительно как и в жизни а может быть даже более сконцентрировано много негатива у меня небольшой опыт не ахти какой но то что я сделала совершенно не имея опыта пребывания на сайте знакомств я сейчас вот оглядываясь назад я понимаю как же я правильно делала сама себя не похвалишь до с утра весь день говорят как оплеванная ходишь это шутка давайте продолжим я вам расскажу новые ваше дело будете вы моим опытом пользоваться или нет в общем пришла я на этот сайт почему я его выбрала я уже теперь и не помню вот он мне попался этот сайт среди нескольких я полистала и в общем я вот на нем зарегистрировалась первое как только я вот это вот все оформила и образовалась моя страничка я пошла смотреть не мужчин а женщин моего возраста но вот здесь я не знаю я вижу или нет я смотрела фотографии по фотографиям вот женщина 59 лет ведь я не ошиблась примерно моего возраста светлана я внимательно изучала анкеты моих сверстниц как какие фотографии они размещают как они оформляют вот эту вот анкету здесь очень легко все оформляется смотрите во первых фотографии ни одну можно загрузить а на вот я смотрела москва 59 лет стрелец да но это автоматом по моему стрелец получается когда дату рождения показываешь здесь вот видите ему можно ей написать и тут она пишет познакомлюсь с неженатым мужчиной для времяпровождения это не значит что для секса все понятно да то есть ей нужен друг просто друг анкета так обо мне москвичка не замужем только для секса не писать так значит ей 59 лет а хочет она познакомиться с мужчиной 36 и до 60 познакомиться она с мужчиной возрасте 36 40 или от 40 до 50 не знакомится 51 60 непонятно но это короче ее дело дружба и общение совместное путешествие кого я хочу найти неженатого мужчину телосложение плотное рост 168 на теле есть рамы волосы на голове темные цвет глаз зеленые ношу очки я жаворонок люблю рано вставать то есть видите вот то что слева это уже готовая анкета то есть вопросы как бы анкеты или строчки анкета здесь уже она сама выбирает среднее техническое образование религия христианство знание языков русский знает тип внешности славянская профессия операционная медсестра у меня есть собственность квартира сексуальное предпочтение как часто вы хотели бы заниматься сексом для меня секс не очень важен но вот для мужчины которому секс очень важен естественно эта женщина не подходит или этой женщине не подходит такой мужчина да в общем я посмотрела вот женщина по моему 62 года ой уже все он не показывает мне наталью не хочет показать жалко я не зарегистрирована и мне наталью не показывает но не важно в общем насмотревшись на фотографии иногда и очень часто мне здесь попадали женщины которые показывали свои фотографии допустим они лежат на постели или в купальнике там в море красивые фотографии но мне такие не годились мне не нужен был мужчина который клюнет на мою сексуальность допустим правильно если это вам не нужно то и не надо такие фотографии размещать дальше я даже начала переписку с несколькими женщинами оттого что я очень много смотрела вот таких анкет женских некоторые мной заинтересовались и как бы даже но в упрек мне писали интересно что вы делаете на моей странице почему вы ко мне заглянули типа вот такие письма были я всем отвечала вот только пришла регистрироваться изучала вашу анкету посмотреть как надо оформлять я по-честному все отвечала дружелюбно и с некоторыми даже подружилась то есть до такой степени что мы в скайпе вот соль ольга одну звали другую екатерина звали мы с ними в скайпе переписывались они меня предостерегали даже называли мужчин и давали ссылки с кем они уже встречались и кто оказывались ну просто там или ловеласами или еще что-то но у них был с этими мужчинами неприятный опыт таким образом то есть вот эта дружба на сайте между женщиной и женщиной переписка она очень тоже важно оказалось для меня и мне это помогало в свою очередь у меня опыта общения не было но я как как психолог не побоюсь этого слова я отвечала на какие-то их вот вопросы психологические и помогала им разобраться уже в каких-то там претендентах в тех мужчинах которые им писали ну допустим давайте вот геннадий посмотрим геннадий москва 76 лет овен видите сколько подарков ему женщины надарили если я буду такой как все тогда кто будет такой как я до без знаков припинания но это обо мне пожертвования не делаю дамы двадцати-тридцати лет не спонсор и не папик всех у кого скрытые фото или их нет блокирую ясно здесь местоположение на карте так москва московская область россия показано где он обитает познакомлюсь женщиной возрасте 36 60 лет так сколько лет ему 56 дальше о нем читаем цель знакомства дружба и общение переписка любовь отношения брак создание семьи флирт занятия спортом совместное путешествие вроде бы все нормально да то есть вот это тоже он не сам пишет а там есть уже просто галочки проставляются и появляется то что ты выбираешь из перечни к я кого я хочу найти кого я хочу найти здесь уже полностью человек сам заполняет ну или копирует откуда-то заимствует эта графа совершенно свободный человек на свое усмотрение заполняет эту графу женщины вы все красивые но мне не нужна половинка мне нужна целая но это я где-то уже такое слышала то есть это плагиат женщина изюминка другие сухофрукты не мое но ведь и сразу же оскорбление других вот я бы на такое объявление по остереглась бы другие сухофрукты не мое женщина загадка головоломка задачка ребус и так далее не мое если собака или кошкой на руках они мне не нужны или я с вами знакомлюсь но сами читайте можете на стоп нажать мне уже этот мужчина совершенно не интересен даже неприятие мало того что он просто скопировал или он не умный или если умный то чрезвычайно заносчивый мне такое как бы не по мне все славянская стабильный средний доход своя квартира дети есть двое живем порознь собственность автомобиль у меня есть автомобиль suzuki грант но вот такие а вот внизу еще тут мужчины иван москва 53 я простой водитель в разводе весь восемь лет живу будто вы хочу найти нормальную простую женщину для спокойной семейной жизни вот смотрите вот это вот анкета то что он написал мне как-то вот ближе чем то что нагородил предыдущий мужчина и сразу какую-то симпатию внушает очень просто написал написал что он простой водитель в разводе восемь лет хочу найти нормальную простую женщину для спокойной семейной жизни познакомлюсь с женщиной телосложение обычное татуировки седые христианство среднее русское и славянское водитель стабильный средний доход курит вот вредные привычки это уже все мне было не подошло потому что я не выношу запаха сигарет не выношу дети есть живем порознь дети партнеры не против детей партнера ну вот вот такой водитель 53 лет дальше мне допустим написал какой-то мужчина я иду на его страничку первым делом проверяю пробиваю фотографию вот допустим александр пришел ко мне написал мне и я пошла смотреть на его страничку вот александр 69 лет овен давайте посмотрим вот сколько у него всяких подарков значит он пользуется спросом у милых да дальше я читаю обо мне то есть о себе александр написал люблю отдых на природе дачу море не тусовщик немножко сочиняю и пою под гитару для жизни все есть хочу познакомиться с женщиной до 62 лет достаточно высокой от 167 сантиметров настроены на длительные отношения какими будут эти отношения время покажет и вместе решим отклонения от моих хотелок возможны не допуская исключения можно пройти мимо нее дальше женщиной познакомиться цель знакомства дружба и общение любовь отношения семейное положение неженат телосложение плотные рост 182 вес 98 волосы на голове светлые цвет глаз голубые знания языка русские тип славянской внешности тип внешности материальное положение стабильный средний доход проживание своя квартира вот так написала себе александр вроде бы все хорошо да теперь вот я прочла посмотрела до меня заинтересовал допустим александр не к чему пока придраться все хорошо находится он в москве вот по карте я посмотрела да и все остальное тоже вроде бы как ничего лишнего и в то же время он все все что он написал если все это правда значит мужчина интересный можно ему ответить но сначала я после этого я пробиваю его фотографию как я это делаю вот смотрите мышкой нажимаю по этой фотографии появилось окно и еще найти картинку в яндексе нажимаю вот и смотрим александр 69 овен лайв-лайв-лайв-лайв в москва му-лове му лайв-ру так знакомства знакомства & знакомство То есть он зарегистрирован на многих сайтах. И если этот Александр, как вам кажется, это вот тот же самый или это другой сайт знакомств? Александр точно это он же. Всё понятно. Так, то есть где только он не зарегистрирован, и при том давно. Вы знаете, если бы такой весь из себя положительный был, какое создаётся впечатление по его анкете, я думаю, он давно бы себе нашёл уже подругу. А тут он сидит годами на сайте. Скорее всего, этот человек в лучшем случае, ну как, из тех, кто любит просто переписываться с одной, с другой, потешить своё самолюбие. Это я так думаю, скорее всего. Потому что, ну такой положительный мужчина, казалось бы, да, он не должен так долго засидеть. Или ищет. Не может найти себе идеальную женщину. Вот. Ну, в общем, о многом говорит даже то, что вот его фотографии на сайтах. Допустим, давайте посмотрим вот этого мужчину, если сейчас откроется. Влад из Чехова, 55 лет. Дева. Обо мне разведён. В общем, есть всё необходимое. Самый достаточен. Кто говорит, типа, на один-два раза не ко мне, значит, они и на это не способны. А в высоком и говорить нет смысла. Пусть начинается с одного шага, а встреча с шагом обоих навстречу. Мне 55, но почему-то бабушки неинтересны. Не знаю, что ей делать. Ну всё. А мы с вами бабушки, да? Ну и хочется сказать такому Владу. Иди, ищи молоденьких. Так, видите, ему 55, а познакомится он с 36 до 50. Дружба, любовь, отношения, брак. В общем, давайте пробьём его фотографию. Смотрите, вот здесь найти картинку в Яндексе. И смотрим. Вот он, наш Влад. И на сайте Дабр, и на Тиндере он, и где только его нет. Ну, дай бог этим людям найти своих половинок. Дай бог, чтобы я в них ошибалась, что это не просто там лавеласы и ищущие. Неизвестно что и неизвестно кого. В общем, вот такой сайт. Мне хочется от всей души предостеречь. Кто спрашивает название сайта, я пишу название сайта. И, чтобы не быть навязчивой, просто пишу. Будьте осмотрительны. Пусть вам повезёт. Удачи! Друзья, ну вот, пока я поделилась, будут вопросы, пишите. Рассказы, может быть, свои. Свои предостережения подругам. Или наоборот. Такие духоподъёмные рассказы. Может быть, кому-то уже повезло. Всё это пригодится. Всего доброго, друзья. Будьте здоровы и счастливы. До новых встреч на моём канале. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...